Девушки отдыхают 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 Теперь можно раскатывать тесто Раскатываем его от толщины примерно 3 мм И вырезаем кружочки Для этого нужно взять что-нибудь круглое размером сбиться Девушки отдыхают Вот так А теперь скрепляем Девушки отдыхают Чтобы помочь Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ау-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- За пару кипрских фунтов вы быстро получите сытный ужин. За вечер моя кузина продает 500 пит. Думаю, мне надо ускориться. Тут настоящий пищевой конвейер. Мне сказали, я кладу мало салата. Лучшие шифтолисы во всем мире. Знаете что, с удовольствием могу сказать, что они вкуснее моих шифтолисов. У меня появилась проблема. Я бы не смогла работать тут постоянно, я все время ем. Подобные кебабы можно встретить почти в каждом кипрском ресторане, но традиции иногда можно нарушить. В этот ресторан я пришла, чтобы посмотреть, как готовят современные кипрские блюда. Рядом со мной Паникос, главный шеф-повар ресторана в отеле Four Seasons, и Джордж, шеф-повар этого ресторана. Они настоящие знатоки греческой кухни для гурманов. Что представляет из себя эта кухня? Смысл в том, что мы готовим традиционные блюда, но подаем их по-современному. Клиенты хотят видеть у себя на столе что-то новое, интересное. Ника и Джордж экспериментировали со многими традиционными закусками, такими как долмады с осьминокс, мелинцани, то есть салатом из баклажанов, а также еще с одним классическим блюдом, которое они готовят в своей манере. Основное блюдо, выбранное шефами, эклептика из барашка, для которого они взяли голень барашка и приготовили ее в глиняной печи. Берем голень барашка, приправляем ее, но так, чтобы не переборщить, как с солью нового. Я столько не кладу соли и перец. Не бойтесь переборщить солью, потому что излишки заберет с себя слой жира. Жир поглотит лишний сок. Конечно. Оливковое масло экстра-вирджин. Вы сильно раскалили сковородку для зажаристой корочки, которая не даст вытечь соку и ароматуру. Обжариваем со всех сторон. Сворачиваем. Так. В жиронепроницаемую бумагу. Пергамент. Главное избежать контакта с фольгой. Немного орегано, да. Головка чеснока, слегка поломана. Нужно, чтобы чеснок отдал свой аромат. Шелуху не снимаем. Это клавровый лист. Классно. Мы его держим с листьями. Хорошо. Здесь вы. Один фрешный бейлиф. Хорошо. Немного тюмьяна. Чуть-чуть оливкового масла. Дальше заворачиваем. Так. Небольшая кастрюлька. Так. Немного воды, чтобы мясо не получилось сухим. То есть вы ее не только запекаете, но еще и тушите? Да, чтобы получилось сочно. С барашком нужно действовать осторожно. Готовить его надо 3 часа при температуре 125 градусов. Вот наша клевтика для гурманов. Как это блюдо подается? Смотрите. Приправим овощи. В данном случае это спаржа. Хорошек в стручках, мини-картофель и мини-морковь, уже ланшированные виноградные томаты. Нужно обжарить. Готовые блюда дополним в жареном на гриле фета и чесночком. Пару зубчиков. Немного оригана. Соль. Посолить. Так. Перец. И еще? Что это? Сок от барашка? По-гречески изуми туан. Все ясно. Никакой муки, ничего. Готовы? Да, я попробую. Здорово. Спасибо, очень красиво. Можно подавать на стол. Это как бы основа для барашка. Какой цвет. Сок тут необходим. Потрясающее сочетание ароматов. Пахнет превосходно. Благодаря зажаристой корочке барашка получился красивый цвет. Да, вот еще. Теперь еще больше вкуса ароматов. И украшения. Немного тимьяна и лавровый лист. Клептика из барашка посовремя. Мне было интересно посмотреть на новый подход Ника и Джорджа к традиционным блюдам. Саматоха на кухне осталась позади, я могу насладиться прекрасной едой. Передо мной лежат потрясающие Меседес. Офтабоди, потрясающая башенка из осьминога. Еще у меня тот вилаги, который подается отменным томатным соусом, и, конечно, мелинзану салата. Как красиво поданы эти блюда. А на горячий у меня традиционный клептика на новый лад. С чего же начать? Раз, два, три, четыре. Скоро вы увидите наши уроки танцев. А еще я приготовлю буреки Мэнери. Еще одно блюдо для деревенской ярмарки. Мы на Кипре. Я, муж и трое наших детей проводим здесь в отпусках. Для меня это отличная возможность пообщаться с многочисленными тетушками, дядюшками и кузенами. И, конечно, я могу с головой кунуться в мою любимую греческую кухню. Сейчас на Кипре осень. Летние толпы отдыхающих с хлынули, и че испорудние жители этой деревни устроят ярмарку. Все просто танцевать, а вот мы с дочками основательно подзабыли греческие танцы. Поэтому Ксантес, местный учитель танцев, предложил нам свою помощь. Лево, право, лево. Не сложно, да? Теперь поворот. Раз, два, три. Раз, два, три. Лево, два, три. Право, два, три. Право, два, три. Наши танцы богатая история. Древние греки танцевали, готовясь к войне, танцевали, чтобы вылечить недуг. Великие философы Платон и Сократ считали танец жизненно важным даром богов. В Греции на Кипре очень популярен танец «Сиртос». Он один из самых древних танцев, популярный сейчас. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Браво. Браво. На ярмарке будет гораздо веселее, если мы сможем потанцевать со всеми. Так, а это танец «Зе Беклико». Раз, два, три, четыре, пять. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Большинство греческих танцев круговые, и танцующие держат друг друга либо за руки, либо за запястье, либо за плеч, либо кладут друг другу на плечи носовые плотки. Понравились вам роки-танцы? Да, очень весело. Софью, что скажешь? Да, я не могу ждать суббота. Мы станцуем. А ты ждешь субботы? До субботы я все забуду. Кто лучше всех танцует? Я, потом Антигония, потом ты. Нет, тогда я, мама, потом Антигония. Я лучше. Я, потом я. С танцами мы разобрались, но на каждой ярмарке должно быть много вкусной еды. Я хочу что-нибудь приготовить. Вот рецепт буреке Ме Анари. Буреке – это маленький слой. Кеноченька будет Антигония, то есть мягкий сыр. Этот сыр похож на прессованный творог или на козий сыр Рикотта. Его получают как побочный продукт в процессе получения халуми. Нам нужен несоленый Антигоний. Тщательно разминаем его вилкой, добавляем розовую воду. Она поможет размягчить его еще больше. Тогда он лучше разомнется. После этого добавляем сахар. После этого добавляем сахар. Пробуем. Для начала добавим три чайные ложки. Сюда же кладем чайную ложку корицы. И как следует все мешаем. Вот уже пошел удивительный аромат кипра. Запах корицы и розовой воды. Теперь раскатываем тесто. Тесто я сделала самое простое. Пять стаканов муки, полстакана оливкового масла, полстакана воды. И пластичное тесто готово. Раскатываем не толстый и не тонкий, толщиной примерно 3 миллиметра. Главное, чтобы в процессе жарки тесто не порвалось и удержало начинку. Теперь стаканом вырезаю из теста бурекки. Вот и все. Теперь кладем начинку. Берем неполную чайную ложку начинки, кладем ее на одну половину кружочка. А потом с помощью воды скрепляем края. Надавливаем вилкой. Чтобы края как следует склеились. Вот так. И получаем симпатичную слойку бурекки. Тоже можно жарить во фритюре. Масло нужно как следует прогреть, чтобы оно закипело. Бурекки жарятся 3-4 минуты, пока они станут золотистого цвета. Как только они зарумянятся, их можно выделить. После этого кладем бурекки на салфетки, чтобы убрать излишки масла. Осталось сделать еще пару вещей, и мои бурекки станут идеальны. Берем сахарную пудру, чуть-чуть корицы. И пробуем. Бурекки можно есть и горячими, и холодными, но ничто не сравнится с тем, когда ешь их с подужа. Фантастик. Сегодня деревенская ярмарка. Все готовы вкусно поесть, потанцевать и повеселиться. Ярмарка начинается через полчаса, а у меня уже все готово. Я сделала 80 колокотес и 80 бурекек. А вот тут у меня кекс, претендующий на главный приз. Я испекла кекс с бананом, пиниками и грецкими орехами. Надеюсь, что секретный рецепт принесет мне победу. Все жители деревни помогают, готовятся к ярмарке. Прошу, очень хорошо. Рево, стури! Я рада, что София и Антигония взяли пару уроков танцев. Ярмарка в разгаре, мой кекс на месте и все готово к конкурсу на лучший кекс. Надеюсь, все натанцевались и проголодались, потому что столы ломятся от национального блюда. Настоящее пиршество. Вот курица барбекю, кипрские картофель в запеченной духовке, вкуснейший салат из кускуса, потрясающие чесночные тахини, сувла, свиной кебаб. Все готово. Вот татсики, потрясающий картофельный салат. И, конечно, сказочный греческий салат, который добавили с сыр халлони. Дети уплетают угощение в зале щеки, а я пойду, узнаю, что взрослые думают о моих колокотесах. Попробуйте мои колокотесы, мне интересно, что вы скажете. Если Кири Ави Миде, самая уважаемая женщина в деревне, решит, что мои колокотесы хорошие, я буду уверена, что так оно и есть. Их сделала такая красавица, как они могут быть невкусными. Она сказала, что такой красавицы, они точно будут вкусными. Вам нравится? Отлично. Здорово. Я рада. Очень вкусно. Разрешите, я вас еще угощу. Это вы приготовили, я. Будете пробовать? Это важный человек, он судья на конкурсе кексов. От него мне немногое зависит. Я считаю, очень вкусно. Возьмите еще, чтобы распробовать. В следующем году тоже будет эта церемония. Сафронис мастер на все руки в клавасосе. Попробуйте, скажите, нравится или нет. Как вы, мои колокотес? Превосходно. Вот так, а то ее шумно ваться стало. Момент истины. В обратном порядке. Номер три, первый. Какой кекс, третий? Самый вкусный, второй. Второй. Кто его сделал? Не я. Не вы? Я передумал третий. Третий кекс, самый вкусный. На Кипре все в сговоре. Сговор против меня. Нет, нет. Вот мой кекс. Это ваш, да. Я не могу два раза передумывать. Сговор. Поиски конкурентов. Субтитры подогнал «Симон»